Всем добрый день! Мы на канале Бухгалтерия Будущего и сейчас я расскажу историю из своей жизни о одном любвеобильном директоре и о бухгалтерских романах. Меня давно просили рассказать что-то подобное и наконец я выполню эту просьбу. Жора, любвеобильного директора, звали Жора. Жора очень любил женщин и женщины тоже любили Жору. Но женщин было много, а Жора был один. И этот прискорбный, я бы сказал, факт неоднократно был причиной многих Жоркиных затруднений. Один раз Жора мне звонит, расстроенный какой-то, говорит, Саша, ты мне очень нужен, просто очень нужен, я за тобой заеду. Говорю, давай, заезжай, он за мной заехал. Снова же смотрю по его виду, расстроенный какой-то, сникший. Привез меня в свой офис, заходим, смотрю, везде по полу бумага рваная разбросана, стекло. Я сразу понял, как бы ваза разбита что ли. Я спрашиваю, Жора, наехали на тебя. Он стоит, мнется, говорит мне, Саша, мне отчет скоро давать, у меня документы, вот ты видишь. Я понял, что это рваная бумага, это, оказывается, и есть документы. Я же его спрашиваю, что же таки произошло. Оказывается, Надька, которая была его бухгалтершей, Жора влюбился. Вернее, он сразу влюбился, а потом Надька стала его бухгалтершей. И Надька влюбилась, потому как Жора очень даже ничего, такой душевный парень. Только Надька не знала, что Жорка любил женщин вообще, а не, собственно, Надьку. Ну, так вот, Надька и узнала. И говорит мне, Жора, смотри, вот что она сделала. Перервала мне тут все документы, помоги. Говорит, ну, не знаю, что тут и как. Ну, я Жорку знал давно, я ему часто помогал бухгалтерскими советами. Он на заре своей предпринимательской юности и звал меня к себе. Ну, нет, 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 мне такого счастья не надо. Мне на пустом месте проблемы никакие не нужны. А с Жоркой постоянно какие-то проблемы. Однажды мне говорит, знаешь, завязал я с бабами. Все, парня бухгалтером хочу. Мужика. Железно. Ну, Надька, 101-й бухгалтерский роман. Надька была последней бухгалтершей, после которой Жорка и захотел парня. Я ему говорю, Жора, я тебе помогу восстановить документы, но бухгалтером я у тебя не буду. Времени у меня нет. Ну, Жора в бухгалтера брал себе женщин. Ну, в смысле женщин с большой буквы. Иначе он вообще не мог. Смены были частые, методичные, регулярные. Один раз приходит Саша, помоги отчеты сдать. И такой вот фингал под глазом. Оказалось, на чужое позарился. Вот такой он был. Месяца с полтора я восстанавливал его бухгалтерию. Надька там поработала основательно. Добрую половину документов вообще не было. То, что осталось, пришлось клеить на кальку. Вот вам пазлы были натуральные. Ну, потом он бухгалтера таки нашел. Какого-то пацана после института. Я передал этому пацану документы. Слава Богу, Жора, забирай свое добро и иди, пожалуйста, с миром. Лет пять после этого я Жорку не видел и ничего о нем не слышал. Жорка как сквозь землю провалился. Встречаю знакомого. А он мне говорит, ты знаешь, Жорка в Либерию рванул. Типа либерийскую экономику поднимать. Продал бизнес тут. Забрал деньги и рванул туда. С женой развелся. Он был женат. Даже девочка у него была. Ну, уехал в Либерию и занимается там новым делом. Каким никто не знает. Вот так завершилась эта история с Жорой. Надеюсь, в Либерии Жоре хорошо. Надеюсь, Жора нашел бухгалтера или бухгалтершу. Хотя я слышал, в Либерии там-то и бухгалтерии нет никакой. Ну, разве что какая-то своя, Либерийская, где балансы камешками составляют. В левую кучку активы, в правую пассивы. Да, Жоре-то, я думаю, разницы совершенно никакой нет. Главное, чтобы итог в его руках сошелся. Вот такая история. Если понравилась, пишите комментарии и лайкайте это видео. До следующих историй. Чуть позже расскажу еще какую-нибудь бухгалтерскую историю. До свидания. До новых встреч.